Шутки шоу на Юмор ФМ Топ главных трансферов этого года Антуан Гризман перешел в Барселону Павел Мамаев с тюремной шконки перебрался в футбольный клуб Ростов И Михаил Галустян на телеканал СТС И сегодня он у нас в гостях Да, у нас есть уникальная возможность уже услышать смех, Миша, доброе утро Здрасте Главные трансферы года Ты сам навязал нам эту риторику, потому что у тебя в инстаграме анонс Как раз таки в формате карточки FIFA, как будто ты переходишь из клуба в клуб Да, так и было Всем привет, привет радиослушателям Юмор ФМ, привет Москва, привет Россия Всем пламенный привет Миш, ну конечно мы хотим поговорить вот именно об этом Потому что мы читали пресс-релиз, нам его естественно присылали Ну и как это обычно бывает в пресс-релизах, там все вот так вот официально Все так прям вот такая официально Мы же договорились вот так вот сделать Типа не надо пресс-релиза, рассказывай на самом деле Так, ну новое шоу выходит, называется оно «Русские не смеются» Да, действительно это так, на канале СТС 1 ноября стартует шоу «Русские не смеются» Я с Сережей Светлаковым буду вести это шоу На это шоу будут приходить профессиональные юмористы и комики И непрофессиональные будут пытаться рассмешить четверых несмеян, так скажем Людей, которых тяжело рассмешить И если им удастся их рассмешить, то они будут зарабатывать неплохие денежки Ну а вот правильно понимаем, вот эти несмеянные, это тоже какие-то обычные люди Абсолютно Как их отпирали? То есть перед ними прям выступали комики Был такой момент, что они сели перед тобой, тебе нужно было показать пару каких-то номеров, скетч, и они такие «нет» Это абсолютно обычные люди, начиная от мастера маникюра, заканчивая юристами Заканчивая мастером по наращиванию ресничек Песночки, ноготочки, бровки, все эти дела Понятно Итак, то есть на кону деньги? Да Большие Если несмеян смеется, он теряет деньги, тем самым дает возможность участнику заработать эти деньги То есть за одно выступление можно заработать 100 тысяч рублей Ну нормально, для мастера по ресничкам это хороший доход в целом, да, действительно Это шутки шоу на ЮмРФМ, если вы только что подключились, то у нас сегодня необычный эфир, с нами Михаил Голустян Оказывается, он еще и певец, Миша, как так? Ну, это не то, что я певец, певец Супер Жорик, собственно, который записал этот трек Все время забываю поддержать эту легенду Я всего лишь помог ему, в общем-то, да Направление очень интересное, как я уже говорил, это кавказская электронная музыка, но слушать ее можно не только жителям Кавказа Это же смешно звучит, кавказская электронная музыка Это уже смешно, действительно И серьезно анализировать это творчество ни в коем случае не рекомендуется Это все ради веселья и шуток, как говорится Многие артисты и певцы преследуют какую-то цель, несут какой-то месседж Кто-то пишет и поет протестные песни какие-то Кто-то поет песню для того, чтобы заработать денег и потратить их на благотворительность Супер Жорик поет песни, чтобы заработать денег и поехать во Владивосток Купить себе праворулы и гелик и все, собственно Это как бы цель жизни, вершина Да, это вершина, да Этого он методично добивается Мне кажется, что у Артура Пирожкова, но у Ревы тоже же начиналось все несерьезно, как бы с прикола, а в итоге сейчас? А в итоге, да, но мне кажется, Супер Жорик намного быстрее эту дистанцию все пройдет и станет не менее популярным Ребята, руки чешутся уже поставить эту песню в эфир Будет ли? Ну, мы не можем тогда обсудить просто так Артура Пирожкова в контексте Супер Жорика Не спросить, будут ли у них какие-то совместные фиты, как говорится Возможно, будет фит, да, совместный трек А может и трио, я не знаю А мы можем сейчас вот пафосно сказать, типа, премьера на Юмор ФМ, Супер Жорик и песня название? Можем мне моим голосом сказать? Можно Нет, мне интересно было бы послушать, как это сделал бы именно Супер Жорик, если он может, конечно Тогда сейчас я позову его быстро Мы пока отвернемся Так, Тёма, отворачиваемся Добрый вечер, добрый вечер, мои карапузики, целую ваши пузики Я вам приволок, новый трек Сумасшедший, карауль, Вася, просто вы с ума сойдете, что за песня Послушайте Супер Жорик с песней «Хочу тебя любить» То есть, ну, как я себе это представляю? Например, ты сидишь, смотришь Ютуб, натыкаешься в очередной раз на видос Артура Пирожкова Там уже, по-моему, 170 миллионов просмотров, если я не ошибаюсь И ты думаешь, блин, а чё я-то сижу? Нет, произошло это намного проще Мы просто с Гариком сидели, с Гариком Артирасиан сидели, болтали И пришли к тому, что на рынке музыкальном абсолютно нет современных, восточных, нормальных, кавказских песен Все какие-то такие старые, непонятные Но еще есть кавказский рэп сейчас, там Мияги Эншпиль, но тоже такой более-менее танцевальный Ну, допустим, да Он более такой лиричный Ну, вот так, чтобы нормальные взрослые могли послушать, такого нет Танцевальный Танцевальный, да, потанцевать и молодежные, и взрослые, но главное, чтобы потанцевать Такого нет И поняли, что, в принципе, мы можем сделать такой продукт Потом в Сочи был концерт большой армянской музыки И меня попросили, вообще-то, выступить там И я сказал, мы приняли решение, что давайте мы песню там споем какую-то Написали песню, выступили Да, вот эту песню, просто большой ажиотаж у людей сразу появился Они хлопали долго Я второй раз даже пел эту песню Было бы интересно посмотреть концертное видео, конечно Подтанцовка была там Подтанцовка была, девочки, девчонки из Тодеса помогали нам вообще Очень-очень классно получилось И мы поняли, что надо дальше двигаться в этом направлении, собственно Так, Гарик, получается, что он за дудку отвечал там, да, в этом треке? Да, он даже, даже когда мы писали Он все музыкальные инструменты своим голосом пропевал Ну, Гарик уникальный человек, да Человек-оркестр Человек-оркестр, он мог, действительно Супер Жорик, это такой продолжатель традиций величайшего, как его звали? Айдамира Мугу, Черные глаза О, чувак, ты вообще не на ту территорию сейчас зашел Давай, не надо Можно просто два темненьких пообщаться И все посиди в старой сторонке Какой итог мы можем подвести нашему часауму общению? Смотри, новое шоу у Михаила Голустяна Раз, первого ноября, телеканал СТС, шоу «Русские не смеются» Совместно с Сергеем Светлаковым, да, шоу Также песня «Супер Жорик» Главный конкурент Артуру Пирожкову, который теперь появляется в медиабостранстве Смотри, как лбами досталкивается Я думаю, мы не конкуренты Окей, будущий человек, который сделает фид с Артуром Пирожковым Это ближе к правде Это как Фидук и ЛЖ, только в хорошем смысле этого слова Иин, а что еще? Может, что-то еще? Чем еще сейчас вы заняты как творческий человек? Много чего Ну, во-первых, скоро 40 лет уже исполнится Юбилей, так сказать Книгу решил написать Читать нечего, решил книгу написать Ну, вы знаете, например, про Бузову, да? Сколько шутили, когда была книга Сколько было там юмора, жести Готовы к этому всему, что начнут Типа из серии Ой, Голустян, книгу, да куда ему, да о чем? Ну, я думаю, здесь ничего такого нет Я пишу для себя книгу То есть это будут какие-то, в привычном понимании слова Мемуары, воспоминания какие-то Или юмористическое что-то Художество Это все в целом И путь мой, и путь к успеху И вообще позиции по жизни И какие-то и философии, и юморы И разные ситуации Которые просто людям интересно, мне кажется, будет почитать Да и в конце концов, приятно подарить такую книжку с автографом Позиция по жизни, это звучало как из каких-то Итак, новое шоу Новая песня Скоро книга Маникюр опять-таки человек сделает Опять записан Уже неплохой результат Еще, кстати, еще хотел сказать Приложение еще будем запускать Приложение с IT-технологиями связано Это Digital Entertainment Дополненная реальность Где мы будем делать аватары звезд И тем самым Скачав это приложение Можно будет, где бы вы ни находились Спеть песню со звездой Или записать с ней поздравления Или в челлендже поучаствовать Тем самым мы стираем границу Между звездами и их почитателями Сейчас же есть такая штука Ну, по-моему, это в ТикТоке, да? Когда люди поют То есть можно спеть со звездой И просто используя свой телефон Вместе Но это нужно, типа... Ну да, это немножечко такая обманочка А тут реальный аватар В дополненной реальности Мы сначала ржали, типа, юмористическое шоу Супер Жорик А в итоге IT-технологии Дополненная реальность Понятно, конечно, после того, как здесь Оставляют людей звонить Какие-то розыгрыши делают Они уже начали делать виртуальные реалии Чтобы к нам не ходить А просто присылать нам своего аватара Скоро так и будет, да С этой технологией скоро так и будет Михаил, спасибо гигантское, что нашли время Спасибо вам, ребят Спасибо, что пригласили Шутки шоу на Юмор ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok